Всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня мы уже записываем второй ролик, второй день наших челленджей и я уже наконец-таки набил вторую анимированную краску, она называется у нас Киберпанк, довольно-таки прикольная красочка, выглядит намного-таки аппетитней, нежели то, что было показано именно-таки у нас в Википедии. Как по мне, наверное-таки данная краска является самой красивой именно-таки за челленджи в виде этих анимированных красок, вот так вот она смотрится на Викинге ХТ, если Викинг ХТ снять, то она должна выглядеть еще намного-таки эффектнее, все же, когда вы убираете эти белые кусочечки, то можно полностью видеть данную краску, довольно-таки такая прикольная текстурка у нее сделана. И хотелось бы сегодня рассказать еще про один режим, в котором реально не так сложно набиваются наши звезды, для меня, если честно, в какой-то степени это стало удивлением, то что просто в простой демочке можно делать по 30 киллов, буквально за 4, может 5 минуточек, что является очень-таки хорошим показателем в набитии именно-таки данных звезд. Поэтому хотелось бы сегодня в этом ролике все это дело показать, и чтобы вы реально убедились в том, что в таких катках можно это делать. Вот меня закинуло сейчас на платошечку, давайте попробуем здесь прямо-таки сейчас быстренько забрать первое место и быстренько завершить данную катку. Я думаю, что у меня это все дело должно здесь получиться, при том, что это плато, играю я, конечно же, на страйкере с бустером, лучшее сочетание, как по мне, именно-таки для данного режима. И я думаю, что у нас сейчас должно все здесь получиться. С утра я уже набил первую, вернее, не первую, а краску, которая выглядит очень-таки круто, такая вот была там красная красочка, которая, я уже даже, если честно, забыл, как она у нас называется. Ну, в общем, кто посмотрел ролик, тот уже понял, о какой краске у нас идет речь. Ну, а если вы не смотрели тот ролик и не видели, с какого уровня я получил новые две красочки, там был иней, а вторая краска у нас называлась, как-как-как-как-как-как, у нас она называлась красный мармелад, точно. То можете посмотреть этот ролик, ссылочку на него я оставлю в описании, не знаю, опять у нас колокольчик что-то не приходит на видосы. Кто-то, может, даже еще и не видел, что у нас такие ролики имеются, поэтому переходите, посмотрите, там тоже одна интересная тема по поводу набитий звезд у нас было рассказано в том ролике. Ну, а сегодня хотелось бы именно таки поделиться тем, что я увидел в наших дмках, не знаю, получится у меня именно таки в данной катке сделать то, что я делал до этого, а именно заканчивал дмки по 4 где-то минутки. Все же, когда балаболишь, не так все быстро просто и идет, но я думаю, что у меня сейчас должно здесь все получиться, просто надо немножечко повнимательнее сыграть и тогда киллы, они начнут здесь, конечно же, приходить. Главное, наверное, плюс того, почему я могу в таких дмках очень-таки быстро и просто набивать данные киллы, ну и в общем, как бы и звезды, наверное, это именно таки дрон-бустер по большей части помогает мне делать то, что у меня сейчас все это дело получается и вообще с той скоростью, насколько это вообще круто все получается, потому что сейчас мы набиваем звезды с Тёмиком, он же King of TPA, и с Саратовым. Вот у Саратова нету бустера, да, и все сводится к тому, что в каких-то моментах у игрока просто-напросто не идет игра, а когда у тебя нету еще такого дрона, который по сути может тебе прибавить и большое количество опыта, будь то именно таки какая-нибудь там каточка в виде ЦПшки, либо там ЦТФки, либо же ты будешь играть вообще в ДМки, в ДМки на страйкере, так это вообще бустер, это, наверное, самый лучший дрон, как по мне, который можно использовать именно таки для набития звезд. Поэтому в этом плане, если у вас данный дрон имеется, то советую вам его, конечно же, использовать и вообще пользоваться тем, что он вообще в принципе дает. 15 киллов я уже набил, не сказать, что у меня прям супер быстро, аппетитно все это дело получается прямо-таки сейчас, но я думаю, что в принципе можно было бы попробовать успеть завершить данную катку досрочно, тем самым доказав тот факт, что реально можно играть в ДМки и тем самым набивать данные звезды быстрее, чем даже в командных боях. Этот режим, наверное, таки я бы посоветовал тем игрокам, у которых нет ни друзей, они любят, например, играть вообще сами в соло, если вы в соло просто сидите и бьете там, не знаю, те же самые киллы именно таки в, как его, в командных боях, и вы, например, некомфортно себя чувствуете, либо вас надоедают игроки, которые там какие-то телодвижения делают неверные, и вы считаете, что это, ну, тяжело, тяжело реально, бывают моменты, когда, ну, ничего не получается, поэтому попробуйте, поиграйте в ДМки, я думаю, что у вас в ДМки получится все намного-таки проще, вот, как вы видите, 24 кила я уже набиваю, это значит, что мне осталось еще 6 киллов, и все, в принципе, в этом плане будет довольно-таки круто. Даже, наверное, в каких-то моментах не стоит с данным дроном прожимать именно-таки аптечку, а стоит просто взять, слиться и от Респа уже прожать ДДшечку, но сейчас, конечно, я сделал глупо, то есть я прожал ДДшку и рядом вообще никого не оказалось, ну, а так вообще прожимаете ДДшку, делаете халявные киллы, можно так сказать, и спокойно, тем самым, забираете первое место скатки, ну, и завершаете данный бой досрочно. Конечно, печально будет, если сейчас у меня этого не получится сделать, но все же 4 килла остается, 2 минуты тоже еще имеется, я думаю, что, в принципе, должно получится это все дело сделать, наверное, надо сейчас бы пойти на Респик, либо же попробовать здесь забрать киллов, сейчас попробуем здесь забрать, один есть, второй есть, Ух ты, даже целых 2 сразу я забираю, и вот такая вот каточка в течение 5 минут у нас получается. Так что, ребят, играйте в соло, заходите в ДМку, набивайте киллы, 30 киллов это довольно-таки маленькое количество, и я уверен в том, что если вы любите данный режим, да даже если вы его не любите, просто зайдите, попробуйте, я думаю, что у вас все это дело, конечно же, получится. Вот такая вот красочка у нас появляется, едем дальше, ребят, сегодня у нас в планах набить 1400 звезд, я надеюсь, что мы данную отметочку сегодня добьемся, 37 уровень у нас уже новые красочки, ну а на 43 уровне мы получим еще одну новую анимированную, там мы уже, я думаю, запишем новый ролик, все же, пейсли пламя, пейсли лед, это, ну, не те краски, про которые хотелось бы говорить, все же, это такие простые красочки, а вот диско 2.0, это, наверное, какая-то такая новая аппетитная анимированная краска, не знаю, как она будет выглядеть вообще на танке, поэтому посмотрим. Приходите, ребят, на стримы, вместе с вами играем, все, можете посмотреть, с какой скоростью идет, как получается, что-то не получается, ну и поддерживайте, ребят, конечно же, лайком, стараюсь для вас уже, блин, даже голоса в каких-то моментах не хватает, чтобы быстро так говорить, подустаю, но не могу не снять такой вот ролик. Так что как-то так, ребят, поддерживайте, приятно всегда, когда есть ребята, которые пишут, что я, например, стараюсь для вас что-то делаю, так получается. Так что давайте, ребят, приходите, пока все, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok